Вы бы туда еще фото бывшего повесили, я бы точно попала. Ты меня снимаешь? Отлично. Я не попала, да? Потом посмотрим. Ты снимай наушники. Скажи, как эмоциональные ощущения? Да прикольно. Вы бы туда еще фото бывшего повесили, я бы точно попала. В яблочко. Итак, первый вопрос. Не надо прям так вот, вот так, пожалуйста. Давайте. Первый вопрос. Что такое Освенцим? О, это концлагерь, где наших пленников, в основном это евреев, но пленников туда, в общем, они там выдали, над ними издевались немцы, это ужасно вообще, трагедия, в общем. Блин, у меня вверх получается. Так и должно быть, или я должна, ладно. Вопрос номер два. Как бы говоря, у них военные действия более так секретно, скажем так, велись, то есть они подкрадывались. Я просто не очень, как это объяснить. Красноречиво. Ну, в общем, партизаны, это люди, которые воевали за русских, то есть это наши российские военные, которые, так сказать, не в тылу, чтобы больше сидели. Да как это правильно. Они из мирного населения. Вот, ну вот, да, то есть они, в общем, не столько воевали, говорю, повторюсь, что там по лесам, в общем, вот это вот. Это не кадровые просто военные. Вот. Да, совершенно верно. Скажи, пожалуйста, какой русский город захватил барон фон Мюнхаузен во время Первой мировой войны? Так в Мюнхаузене его же не было, это сказочный персонаж. Правильно. Не попалось. Что должно защищать солдата при химической атаке? Противогаз. Верно, следующий. Последний вопрос, он трудный самый, ну, как последний бой. Скажи, пожалуйста, кто такой Будённый? О, Господи, Будённый? Это что-то с казаками связано, нет? Не совсем. Не совсем. Ну, я не знаю, правда. Может быть, помните его? Подскажите. В учебниках истории усатый такой, огромный усынный, широкие плечи. Будённый. Во время Гражданской войны чем занимался? Я не помню, честно, я говорю, ну, кто такой Будённый, что это за помоняло? Это революционер, который впоследствии стал советским военачальником. Я не помню, честно, простите меня, пожалуйста, пойду вылистать историю. Можешь пару слов сказать нашему? Не хочу, не снимайте так близко. У вас опять освещение желательно лучше.